Поведение человека Поведение человека можно разделить на созидающее и разрушающее. Разрушать всегда легче, чем строить. Зачастую недовольные и несчастные люди, не имеющие иных способов самовыражения, прибегают к вандализму. Проблема этого явления заключается в бессмысленности действий, направленных на сквернение объектов общественного достояния, уничтожение исторических памятников, обезображивание жилых домов и других объектов социальной инфраструктуры, порчу имущества. Конкретно такие действия проявляются в нанесении различных надписей частной нецензурной направленности на заборах и фасадах зданий, обезображивании общественного транспорта, остановочных пунктов, сожжении кнопок и порчу стен в лифте, повреждении аттракционов, мусорных баков, разрушении скамейку, подъездов и на детских площадках, осквернении могил, сожжении книг, сжигании церквей, уничтожении порчи памятников культуры и картин, атаках на интернет-ресурс, захламляя его постами сомнительного содержания. Этот вид вандализма распространен на Википедии и аналогичных информационных ресурсах. Граффити, если рисунки характеризуются антиобщественным и моральным содержанием. В уголовном и административном закладательстве Республики Беларусь существует перечень статей, по которым нарушитель может быть привлечен к ответственности. Иногда сам факт наисения рисунка или надписи усугубляется еще и содержанием художества. Например, наличие в нем оскорблений или нецензурной брани квалифицируется как мелкое хулиганство. Статья 19.1 Кодекса в административных правонарушениях. Статья 11.3 Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере. В Уголовном кодексе предусматривается ответственность за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном или крупном размере. За осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления. За умышленное уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть придан статус историко-культурной ценности. В случае, если лицо, совершившее преступное действие, не достигло 14-летнего возраста, в отношении его родителей может быть составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Статья 10.3 Кодекса об административных правонарушениях. Совершая акт вандализма, человек порой даже не задумывается о том, что совершает преступление и нарушает закон. Но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. Не поддавайтесь искушению. Берегите себя и не нарушайте закон.